Это радио шансон у нас, очень популярный в Тбилиси, у всех водителей, он включен, все слушают его, очень популярный канал, радио шансон. Это русская музыка, русская музыка, русская папса, русская папса. И кто ее слушает? Все грузинские водители? Все, все, все водители абсолютно у нас в Тбилиси, грузинские, армяне, русские, все слушают, у всех он включен, очень популярный канал. Для любителей образов главный вопрос предстоящих в октябре парламентских выборов в выборе жанра. Есть русский шансон с соответствующим радио, есть грузинское хоровое пение, и есть то, что слушает весь остальной мир. Четыре года назад такого разнообразия не наблюдалось, то есть казалось, что не наблюдалось. Дмитрий Маниава – политический эксперт и публицист. Там, где так непросто отделить политтехнологическое от настоящего, он, возможно, нашел самую точную исследовательскую позицию. Сегодняшняя политика – это уже сегодня завтрашняя история. Михаил Бенидзе Возглавил НПО «Справедливые выборы» в начале нынешнего года. Однако работает он в этой организации, которую даже в Грузии не принято в чем-то подозревать, уже седьмой год. Опыта наблюдений у Михаила вполне достаточно, чтобы оценить не только справедливость выборов, но и их политические нюансы. Четыре года назад в Грузии случилась революция, которую будто бы никто не готовил и которого мало кто ждал. Четыре года пролетели так быстро, что необходимость осознать случившиеся тогда изменения снова застигла всех врасплох, включая самих фаворитов. А они те же. Елена Хаштаря только обживает свой новый офис, и хотя она, вспоминая историю национального движения, говорит «мы», в партии она формально недавно. Она второй номер избирательного списка, сама словно часть ребрендинга партии. Продолжение следует... Ребрендинг – штука во всех отношениях деликатная и даже двусмысленная. И дело не только в том, что недруги ни во что хорошее все равно не поверят. Даже для своих это, с одной стороны, конечно, обновление, а с другой, как ни крути, вхождение в ту же реку. Продолжение следует... Дмитрий Маниава вспоминает кредо главного героя романа «Леопард» Жузеппе Дилампедуза. Чтобы все осталось по-старому, все должно измениться. Так он оценивает эпоху Саакашвили в контексте всей грузинской истории. Само существование страны требовало модернизации. С другой стороны, может быть, для последних четырех лет отчасти справедливо обратно. Грузинская мечта пыталась ничего не менять, в результате чего довольно многое поменялось. Четыре года — это новое поколение. То, что было шоком, стало привычным. То, что виделось концом истории, как обычно, стало ее логическим продолжением. В общем, совсем другой мир. И ребрендинг не помогает, и, как уверяют социологи, рейтинг грузинской мечты заметно снизился. Зураб Бегвава — социолог и политический психолог, консультирующий мечту, изучает структуру разочарования. Когда мы используем логическое оборудование, то есть еще не подгоритие элементы, подготавливаем. Да в случае всех этих рук все College Library В Украине незначительно более интересен В Идеся Украины мы сожем покупать Ничем Physicallyıyorum Мы проходим на курте Вообще-тоешется беспокойствие У нас есть версия targets Грузинская мечта избавляется от фланга. Между тем отвернувшихся и от тех, и от других, если верить социологам, около 60%. То есть все выходит только начинается. Не то, чтобы фавориты освободили большие участки в политическом спектре. Просто они всегда выглядели целиной, а теперь пришло время ее возделывать. И порой она выглядит вполне плодородной. Русский фланг, отсутствовавший 4 года назад в выборной повестке вовсе, на этот раз будто воронка, втягивающая соискателей в необоримый политический соблазн. Вчерашние мечтатели Томас Мичиаури и, конечно, нарушитель мечтательской безмятежности Гоги Тападзе будто ждали сигнала к старту. Ирма Инашвили собрала в альянс патриотов, былых оппозиционных дейзелей второго ряда и двинулась в путь широкой колонной. Но флагманом остается Нино Бурджанадзе, как никто, кажется, в Грузии умеющий превратить в козырь даже свою собственную противоречивую историю. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . . Спасибо. Но поле уже расчерчено. Геометрия линий причудлива. Сочетание внезапное можно начинать. ПАТА БУРЧУЛАДЗЕ Георгий Рухадзе ПАТА БУРЧУЛАДЗЕ Георгий Рухадзе 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 Продолжение следует... Итак, традиционалисты-западники. Где-то, согласен Рухадзе, даже христианские демократы. Сколько их? Достаточно, чтобы разрабатывать эту нишу? Субтитры создавал DimaTorzok И фавориты, которым в зоне Паутанова делать нечего, но и оставлять эту зону без присмотра тоже нельзя. Георгий Рухадзе решительно отвергает подозрения в договоренностях с кем-то из гигантов, попросту говоря, в спойлерстве. Но на то она и политтехнология. Подозрения все, факт, ничто. Продолжение следует... Но все это инструменты второго ряда и вспомогательного свойства. Главной политтехнологией для фаворитов являются они сами. Причем персонально. Для националов бензин и ванишни. Для мечты Михаил Саакашвили. Миша. Впрочем, не только для фаворитов. Бьющий через край энергетики взаимного неприятия хватает на всех. Ростовская матча кем-то. Давид Зарубишвили когда-то руководил фракцией единого национального движения в парламенте. Вообще быть либералом в Грузии значит жить в режиме постоянного вычисления компромисса, иногда ошибаясь, согласившись на него, и практически всегда от него рано или поздно отказываясь, чтобы подготовиться к следующему. Национален и резок процентов из своих оппонентов. Редактор субтитров А.Семкин Грузинская мечта, даже избавившись от партии противоположностей, не избавилась от противоречий. Она должна не спровергать тех, чьему курсу хотя бы отчасти обречена следовать. Утверждая свое будущее, она настойчиво напоминает о прошлом. Будучи властью, она пытается побеждать так, как победила четыре года назад, будучи оппозицией. Продолжение следует... Продолжение следует... Возможно, та же мысль разложения Нино Бурджаназа звучит даже немного ярче. Но мы о технологиях, спойлерах, хитростях и сценариях. Националы, может быть, и в самом деле вернулись. Они, может быть, даже никуда и не уходили. Но сценарии, судя по всему, пишут не они. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Может быть, это теперь и есть новое воплощение бесконечной двусмысленности и противоречилости единого национального движения. Саакашвили есть и его нет. Он и знамя, он и груз. Он и свой, он и чужой, он создатель. И он уже как будто немного лишний. Поехали в вода, там интересно. Мечта и Миша такая двухпартийность. Бывшие ничего не приобрели после поражения, нынешние ничего не приобрели после победы. Четыре года оказались не эпохой, а сроком хранения. Революция то ли продолжается, то ли еще не начиналась. Или проходит где-то в другом пространстве. Выборы могут позволить себе проиграть или хотя бы не выиграть все, кроме бензины и ванишвили. Субтитры создавал DimaTorzok Значит, до следующих выборов время есть. Если, конечно, не случится неожиданностей на нынешнем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Социология, впрочем, материя крайне ненадежная. Там, где ее так легко путают с политическими планами. И где 60% собираются определиться в последний момент. Именно так в последний момент, между прочим, поменяла свой ход эпоха четыре года назад. После одного коллективно просмотренного по телевизору кино. Там, где все всегда происходит в последний момент, все всегда только начинается. Особенно, если никто толком не знает, когда этот последний момент наступит. Один известный режиссер, оппозиционный трибун времен президента Саакашвили, тоже, говорят, снимает предвыборное кино. Тема и сюжет пока неизвестны. Но явно на последний вечер. Субтитры создавал DimaTorzok